всем привет купил я как то давно такой вот модуль преобразователь чтобы как то времени не было заняться им а то уже как бы товар надо по хорошему подтвердить он из себя представляет вот такую маленькую платку с небольшим набором компонентов данная данный модуль является скажем так инвертором вот и приходном как заявляет производитель у него входное напряжение может быть на от 0 9 вольта до 5 вольт и выходное 5 вольт вот сейчас мы наверное займемся проверкой данного девайса папа есть у нас чудо блок питания включаем и выставляем на нем 0 9 вольта так ну ладно не будем заморачиваться поставим 1 вольт вот так будет проще подключаем плюс к плюсу минус к минусу место для пайки оно двухстороннее двухстороннее в этом модуле так цепляем хорошо так 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 я поставлю мультиметр чтобы было хорошо видно предел 20 вольт наверное на эту сторону чтобы было лучше видно итак смотрим выходное напряжение 1 целое 15 сотых ну 14 15 сотых вольта так теперь сейчас будем смотреть выходное выходное у нас 4,9 вот сейчас я вам покажу это дело с блоком питания вот у меня блок питания стоит лабораторный как видите 1 вольт и тока потребления сейчас нет потому что ничего не подключено и 1 вольт напряжения так возвращаем нашу камеру назад ну и давайте есть вот такой у меня шнурок тоже китайский и воткнем телефон на зарядку вот такой телефон самсунг неубиваемая штука по сути и смотрим так телефон начал заряжаться так видно будет не видно но вот полосочка бегает видно что он заряжается сразу на блоке питания поднялся ток мы видим что сейчас данный девайс потребляет 0,25 0,26 ампера то есть 260 миллиампер теперь померяем напряжение при нагрузке так 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 напряжение у нас составляет так сейчас возьмусь хорошо 4,4 вольта то есть это пол вольта просадки идет при подключении девайса вот не знаю насколько будет хороша зарядка вот ну давайте сейчас отключим пока все это дело и я добавлю напряжение до 2 вольт так 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 2 вольта подключаем нужно по хорошему было провода припаять ну да ладно мелочи жизни меньше будет потерь так того мультиметр показывает 4,968 то есть больше чем в прошлый раз так сейчас подключим нашу нагрузку в виде телефона так как видим у нас сразу изменился сейчас я вам покажу все это дело так напряжение все равно 4,4 вольта но увеличился на 0,03 вольта напряжение при нагрузке увеличилось на 0,03 вольта при поднятии напряжения входного напряжения до 2 вольт вот видим сейчас зарядка телефона идет на 0,43 ампера при 2 вольта входного напряжения у данного модуля так поехали дальше сейчас отключаем и добавляем напряжение до 3 вольт до 3 вольт так вот 3 вольта опять возвращаем назад и меряем напряжение о кстати забыл сказать начал гореть светодиод что до этого светодиод не горел вот а сейчас светодиод начал светиться блин где же фокус зараза вернись ну в общем видно что светодиод сейчас начал гореть что модуль активен модуль работает то есть как бы сигнализирует о том что как бы напряжение в норме и так 4 975 вольт 4,975 вольта то есть с каждым разом при добавлении напряжения оно увеличивается так сейчас подключим наш телефон и померяем померяем нагрузки 4 ну почти 5 вольт о 4,5 вольта практически пардон вот так ладно кстати ток еще более увеличился смотрим 0,76 ампера потребляет при 3 вольтах так ехаем дальше отключаем так модуль кстати начал потихоньку греться это чувствуется так отключаем и добавляем до 4 вольт напряжение так не так быстро так 4 вольта отключаем назад так светодиод горит все это дело видим так и поехали дальше делаем опять замер напряжения на холостом ходу 4,983 вольта так 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 включаем наш телефон так напряжение уже 4,7 вольта просадка небольшая и смотрим напряжение о извиняюсь ток потребления стал на 68 ампера то есть получается ток у нас понизился при 4 вольтах вот но тут еще дело в том что у меня практически телефон уже вот-вот зарядится полностью немножко я как-то это дело прогадал ну ладно не будем мучиться так сейчас еще рассмотрим от 0,9 до 5 вольт ну давайте поставим напряжение входное ему скажем ну пусть будет там 4 ну пусть будет 4,8 вольта так 4,8 вольта так же светодиод горит у нас сейчас мы померяем напряжение на холостом ходу так так напряжение 4,980 ну 1,001 так 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 ну в общем близко к 5 вольтам сейчас подключим наш телефон опять меряем меряем вот как видим уже напряжение не падает так телефон заряжается он показывает что он заряжается и ток зарядки упал до 0,57 ампера вот что свидетельствует блок питания напряжения у нас 4,8 вольта ну сейчас немножко подождем погоняем его этот чудо модуль вот посмотрим как он греется не греется насколько сильно греется вот ну вот пока жужжит пока работает ну вот я уже чувствую что греется так так здесь имеется я не знаю то ли интегральный стабилизатор то ли какая микросхемка маркировка у нее е 50 д так 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 стоит дроссель 470 микро генри так 100 микро фарад 16 вольт конденсатор так 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 и стоит судя по всему или диод или стабилитрон скорее всего наверное мне кажется стабилитрон маркировка с с 14 вроде так или с с 14 или 5 с 14 в общем сейчас я приближу посмотрите сами вот ну так вот так вот наш судя или диод или стабилитрон наш наша индуктивность вот так вот видим горит наш светодиод так и сейчас надо попробую показать эту так фокус возвращайся эту нашу микросхемку вот зараза ну вот как-то печаль не хочет фокус возвращаться ладно сейчас я отдалю ай-яй-яй-яй ай-яй-яй вот плохой оператор ну немножко неудобно просто так вот конденсатор видите маркировку так и сейчас если получится вот пожалуйста это е е 50 вот ну как бы вот так греться немножко детальки греются ток пока тот же остается вот ну я думаю больше чем он сейчас уже нагрелся вряд ли нагреется вот ну в общем так напряжение в норме ток тоже не скачет вот вполне в общем адекватная платка да кстати пока он стоит тестируется есть аккумуляторы аккумуляторные батареи вот допустим что-то типа таких вот 14500 они 3,7 вольта вот нужно сделать из таких так либо сейчас я достану покажу еще один либо вот из таких ну тоже китайская вот у них съемка здесь конечно 8,8 заявлено но на самом деле это не так 8800 мА вот на самом деле это не так где-то 2,5 вот либо из таких вот больших это 18650 батарея вот можно сделать свой пауэрбэк сделать есть имеются вот такие большие аккумуляторы батарейные блоки сейчас я вам их покажу где-то у меня здесь были с краешку вот вот такие батарейные блоки вот можно их переделать чтобы соединение было параллельное непоследовательное как вот здесь вот и использовать как ну скажем powerbank как бывает для зарядки телефонов самое что интересное вставили там одну две одну или две батареи вот там сколько хватит чтобы зарядить телефон вот потом если необходимо берем обычную зарядку под такие аккумуляторы вытаскиваем вставляем вот ну и оформить это в красивый корпус вот будет в принципе идеально так вот хороший однако батарейный блок батареи вставляются и просто так их не вытащишь в общем интересная интересную вещь в принципе можно сделать пригодится везде пригодится так ну в общем греется как раз вот это вот чудо микросхемка вот ну по дактильным ощущениям градусов может не знаю 35 может ну что то где то так я думаю не больше вот ну в квартире у меня сейчас 26 градусов поэтому в принципе нормально вот ну все наверное на этом будем заканчивать у меня все всем пока пока вот пока не знаю